Одна из мировых столиц моды и один из самых посещаемых городов мира, который привлекает далеко не только поклонников фэшн-индустрии. Второй по значимости город Италии, соперничает с вечным городом, являясь финансово-экономическим центром страны. Древний город за свою многовековую историю был во власти разных империй. В соборе Дуома, являющемся местной визитной карточкой, был коронован Наполеон, который планировал сделать город столицей своей империи. В этом городе жил и творил великий Леонардо да Винчи, и именно здесь хранится самая загадочная из его работ, чудом уцелевшая во время Второй мировой войны. Сегодня я в Милане. Как насчет прогулки по городу? Поднимемся на лучшую смотровую площадку Милана, расположенную на крыше собора Дуома. Заглянем в район Навильи, чтобы увидеть настоящую жизнь Милана. Посмотрим секретные места города и интересные ритуалы. Узнаем, как связан Московский Кремль с замком Сфорца. Ознакомимся с особенностями местной кухни и ее главными блюдами. И поговорим, как можно сделать поездку в один из самых дорогих городов Италии, менее затратной. Составите мне компанию. Приятного просмотра! Милан – второй по величине город Италии. При этом он не так густо населен, как многие другие мегаполисы. К примеру, в Москве проживает почти в 10 раз больше людей, чем в Милане. Милан практически не пострадал во время эпидемии чумы в XIV веке, когда, по разным данным, погибло до 1,3 населения всей Европы. Несмотря на то, что Рим является столицей Италии, считается вечным городом, имеет место некое своеобразное соперничество Рима с Миланом. Рим является политическим центром страны. Но тем временем в Милане сосредоточены многие банки, биржи и, конечно, модные дома. Римляне шутят, что лучшее, что есть в Милане – это поезд в Рим. Однако их это не останавливает от привычки часто приезжать в Милан. Кстати, Милан входит в топ-20 самых посещаемых городов мира. Милан представляет интерес не только как одна из мировых столиц моды – центр шоппинга, современный мегаполис, но и как культурный древний город с богатой и интересной историей. Начать свое знакомство с городом, наверное, лучше всего с главной достопримечательностью города – собора Дуому ди Милану, он же собор Рождества Девы Марии, который находится на одноименной площади – площади Дуому. Это единственный в Европе готический собор из белого мрамора, который поражает своим великолепием. Обязательно стоит подняться на верхнюю террасу собора, чтобы полюбоваться потрясающим видом на город. Нужно купить билет со входом на верхнюю террасу, и удобнее будет сразу подняться наверх, а уже потом из террасы спуститься без очереди в сам собор. И не забывайте о дресс-коде – в храм не пустят в шортах, коротких юбках и топах с голыми плечами. Мне пришлось купить какие-то непонятные штаны в аэропорту Барселоны и надеть их поверх шорт, уже здесь, чтобы пройти в собор. Наверх можно подняться как на лифте, что будет немного дороже, так и по лестнице. Небольшая тренировка для ног. И смотрите, какая красота ждет нас здесь наверху. Первое впечатление – нет слов. Это потрясающе, просто посмотрите. Интересный факт – в соборе Дуома проходила коронация Наполеона. Это событие произошло 26 мая 1805 года. В честь этого один из шпилей собора украсила статуя короля. Посмотрите на эти статуи. Всего в соборе насчитывается 3400 статуй. Из них 700 декоративных фигур и 135 горгулей. А само строительство собора Дуомо длилось более 500 лет. Проект был начат в 1386 году, а был завершен лишь в начале XIX века. Хотя некоторые детали наделывались вплоть до 1965 года. Собор Дуомо является пятым по размерам в списке самых больших храмов мира. Длина храма составляет 158 метров, а высота шпиля – 106,5 метров. Собор может вместить до 40 тысяч человек. Главной достопримечательностью храма является золотая статуя покровительницы Милана на шпиле, которую называют Ля Мадоннина. Изначально на месте храма находилось кельтское святилище. При римлянах здесь появился храм Минервы. Собор Дуомо был построен в стиле пламенеющей готики. Это позднее готическое здание, которое содержит множество шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн, соединенных большим количеством парящих опор. Среди многочисленных скульптур на главном фасаде некоторые привлекают большее внимание, как, например, статуя, идентичная знаменитой статуе Свободы в Нью-Йорке. Но статуя на фасаде Дуомо была сделана задолго до своего заокеанского близнеца скульптором Камилло Пачетти. Наверное, именно эта работа вдохновила скульптора Бартольди на создание статуи Свободы в Нью-Йорке. Также среди статуй фасады Дуомо есть одна, которая лично меня немного повергла в шок. Среди прочих статуй есть статуя одного из 12 апостолов Иисуса Христа, великомученика святого Варфоломея, на плечах которого накинута ткань, которая, по сути, не ткань вообще, это его собственная кожа, которая была снята с него. Со смотровой площадки на крыше Миланского собора открывается отличный вид на город, в том числе и на Королевский дворец, который выглядит достаточно скромно на фоне Величественного собора Дуомо. Но, тем не менее, этот дворец с интересной историей и определенно достоин внимания. В XII веке дворец был лишь небольшой городской ратушей. После прихода к власти семьи Висконти из здания был сделан роскошный герцогский палаццо с мозаикой и фресками работы великого Джотто. После Висконти многократно менялись владельцы дворца. И также привносились изменения в его внешний вид. На протяжении многих веков он был резиденцией правителей Милана. Дворец сильно пострадал во время Второй мировой войны, но был восстановлен. В наши дни на территории дворца находится музей и проводятся разные экспозиции. Он служит культурным центром. В соборе находится мавзолей Джан-Джакомо Медичи порфировая египетская ванна XV века, которую используют как купель для крещения. Первые шесть окон стены правого нефа забраны витражами XV века, самыми древними в этой базилике. И здесь в храме над алтарем хранится очень важная реликвия – гвоздь с распятия Иисуса Христа. Реликвию демонстрируют верующим раз в году – 14 сентября. В этот день миланский архиепископ поднимается к кресту на платформе в виде облака с ангелами. По легенде, подъемный механизм был придуман и расписан самим Леонардо да Винчи. Этот уникальный лифт является одним из самых тайных секретов храма Дуома. Лифт был создан в 1600 году из дерева и лозы. Его форма напоминает облако. Недалеко от главного входа в храм на полу проходит длинная латунная линия, которая проходит через всю ширину собора. Это солнечные часы, которые были построены в 1768 году астрономами Академии Брера. Они были невероятно точными и использовались для настройки городских часов. Особенностью меридиана является иллюстрация в виде знаков зодиака. Также солнечный меридиан указывает на знак периода. Солнечный луч проникает внутрь церкви через отверстие в своде первой часовни и прямо освещает один из знаков зодиака. Милан относится к числу древнейших городов на Земле. Считается, что он был образован кельтами более 2600 лет назад. Интересный факт. Милан практически плоский город. Самая высокая точка в городе находится на высоте 122 метра над уровнем моря. Милан является крупным мировым центром моды, где размещается около 12000 компаний, 6000 торговых точек и 800 выставочных залов. Вообще, итальянцы как нации никогда особо не славили своей пунктуальностью. Но здесь, на севере страны, с этим дела обстоят несколько иначе. Здесь не принято опаздывать. Чтобы увидеть настоящую жизнь Милана, обязательно следует увидеть район Навильи, район каналов. Это одно из самых живописных мест в Милане, которое также нередко называют Маленькой Венецией или частицей Венеции в Милане. Здесь даже можно увидеть венецианские гондолы. Кстати, когда-то в давние времена в Милане было очень много каналов, из которых на сегодняшний день осталась лишь малая часть. Район Навильи является своего рода центром вечерней и ночной жизни горожан, местом встреч. Здесь огромное количество ресторанов, баров, разных кафе. Здесь всегда много молодежи, представителей богемы. Многочисленные бары и рестораны порадуют часом аперитива. Счастливым часом, когда за небольшую фиксированную цену вы получаете напиток и полноценный обед или ужин. А в некоторых заведениях доступ в безлимитный буфет. Удобно, экономно и, конечно, вкусно. Обычно это с 4 или 6 вечера до 9 вечера. Но расписание может меняться, в зависимости от заведения. Как и все итальянские города и регионы, Милан славится своими кулинарными традициями, особенностями кухни, которые отличают ее от других областей. Например, здесь чаще вместо оливкового масла, которое является столь любимым в итальянской кухне, используют сливочное и топленое масло. Так как в области между Альпами и Тессином очень развито молочное скотоводство. И еще одной особенностью является то, что здесь не получила распространение так называемая еда бедняков. Потому что Милан и вообще Ломбардия изначально богатый регион. К традиционным блюдам Милана относят оссобуку. Это тушеная телячья голяшка, нарезанная кругляшами. Часто подается с ризотто. Панеттоне. Это своего рода высокий кулич высотой около 30 сантиметров, который принято готовить на Рождество. Панеттоне готовили еще в 15 веке. И с ним связано много легенд. Еще одним известным блюдом местной кухни является овощной миннестроне. Его состав может варьироваться в зависимости от сезона года. Берет свое начало с первой половины 19 века. Ризотто по-милански. Также традиционное блюдо кухни Милана. И его отличие от других итальянских ризотто в обязательном использовании шафрана и желательном использовании костного мозга для обжаривания. Но при всей любви к традициям современная кухня Милана постоянно развивается. Уделяется большое внимание правильному выбору продуктов и их сочетаемости. Вообще, здоровому питанию. Широкое распространение получила авторская кухня Фьюжн. Милан известен своей кухней. Город занимает почетное место в списке самых звездных городов мира по версии Мишлен. Сейчас перед нами одна из главных достопримечательностей города – замок Сфорце или Костелло Сфорцеско. Замок расположен в исторической части Милана и берет свое начало в середину 14 века. Изначально замок был возведен как резиденция Висконти, но был разрушен после провозглашения Амбразианской республики и заново был отстроен Франческо Сфорца в середине 15 века. Интересный факт. Во время строительства Московского Кремля миланскими архитекторами за образец был взят облик замка Сфорца. Форма башен и корона, венчающая стены зубцов, идентичны. За время своего существования замок пережил очень многое – разрушения, бунты и революции, войны. Все это оставило свой отпечаток на внешнем виде замка. В наши дни замок Сфорца является домом для самых важных музеев города. Здесь находятся Центр собрания произведений Леонардо да Винчи, Пинакотека, Египетский музей, Музей древнего искусства, Музей музыкальных инструментов, Библиотека искусств и другие. В замке собраны редкие полотна, скульптуры, бюсты великих итальянцев, последняя – незаконченная скульптура Микеланджело, предметы из обихода домов вельмож, начиная с 15 века, мебель, часы, домашняя утварь, даже постельное белье. Фактически от исторического замка не осталось ничего. Он неоднократно был разрушен, начиная от удара молнии в 1521 году до бомб во время Второй мировой войны. Его несколько раз перестраивали в угоду нового самоуправления, а однажды замок и вовсе был разобран жителями города, практически по кирпичикам. Это было после провозглашения Амбразианской республики. И не отходя от замка Сфорца, мы оказываемся в одном из самых живописных мест Милана, в парке Семпионы, одном из любимых мест многих жителей и гостей города. В Милане более 50 парков и зеленых зон, где жители города и его гости могут отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Парк был создан в конце 19 века. Достопримечательности исторической зоны парка, такие как сам замок Сфорца, Арка Мира, которая была задумана Наполеоном в 1807 году для триумфального въезда в Милан и была возведена в 1826-38 годах, а также городская арена Палаццина Апиани и Палаццо Долярте. Сохранившиеся на территории парка достопримечательности свидетельствуют об амбициозных планах Наполеона Бонапарта. После взятия севера Италии в 1796 году войсками Наполеона он планировал сделать Милан второй столицей империи, подобно Парижу. И здесь на месте парка должен был быть новый политический центр города. Был разработан проект, из которого была осуществлена только часть. И после падения Наполеона и взятия власти над Северной Италией австрийцами строительные работы прекратились. Сохранились лишь замок Сфорца, стадион Арена и Триумфальная Арка, которая была переименована в Арку Мира. А сейчас мы находимся на главной площади Милана, площади Дуомо или Пьяцца Дель Дуомо. На ней расположен главный символ города, Собор Дуомо, который и дал название площади. На южной стороне площади расположен королевский дворец Палаццо Реале. Рядом с ним находится Палаццо Дель Аренджарио. В центре площади установлен памятник первому королю Италии Витторио Эммануэле Второму или Виктору Эммануэлу Второму, в честь которого названа расположенная здесь же на этой площади знаменитая торговая галерея, привлекающая любителей модных брендов со всего мира. Статуя короля Виктора Эммануэла Второго, которые расположены здесь на площади, всегда в идеальном состоянии, несмотря на огромное количество голубей на площади. Чтобы птицы не садились на памятник, по его поверхности проведен ток небольшого напряжения. Также на этой площади расположена Триумфальная Арка и Палаццо Сеттен Трионнале. Эта площадь наверное знакома всем, благодаря соцсетям. Ни один гость города не обходится без селфи на фоне собора Дуому и площади с огромным количеством голубей. А сейчас мы посмотрим одно место, где сердце шопоголиков начинает биться чаще. Перед нами знаменитая галерея Виктора Эммануэла Второго или Викторио Эммануэля Второго. Это старейшая торговая галерея, которая является одним из первых пассажей в Европе. Галерея является не только излюбленным местом шопинга туристов со всего мира, но и одной из главных достопримечательностей города, которая поражает своей архитектурой. Галерея была построена в 1865- 1977-м годах в стиле Нео-Ренессанс. Имеет форму латинского креста с восьмиугольным центром, украшенным мозаиками, которые изображают четыре континента, все кроме Австралии, и изображение искусства, земледелия, науки и промышленности. Эффектный купол галереи сделан из стекла и железа. В галерее расположены магазины всемирно известных дизайнеров, кафе и рестораны. Также здесь проходят выставки и концерты. Интересный и забавный факт. Туристы нередко эффектную галерею Виктора Эммануила Второго принимают за театр Ла Скала, а сам театр из-за его более скромной архитектуры часто не замечают вообще просто проходя мимо. Посмотрите на эту толпу туристов. Что здесь происходит? Оказывается, существует легенда, если на мозаичном полу галереи, а именно на причинном месте быка, сделать три оборота, сбудется ваше заветное желание. Выстраивается целая очередь для выполнения этого забавного ритуала. Также в самом центре галереи на полу мозаикой выложен герб Савойской династии, который сопровождается надписью ФЕРТ. Точно никто не знает, что означает ФЕРТ. Предполагается, что эта надпись означает или может означать ФРАПЕС, ЭНТРЕС, РОМПЕС, ТОУТ, что в переводе на русский означает СТУЧИТЕ, ВОЙДИТЕ, УНИЧТОЖТЕ ВОЙДИТЕ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, НО НЕПОНЯТНО. Наверняка это связано с какими-то историческими событиями. А сейчас мы находимся на самой старой площади Милана, площади Меркантии, расположенная буквально в нескольких шагах от площади ДУОМО, ПЯЦЯ МЕРКАНТИ была сердцем города, центром городской жизни в средние века. Здесь проходили собрания гильдии купцов и торговцев, вершилось правосудие и другие общественные мероприятия средневековья. Это колоритное место с созданиями разных эпох и стилей хорошо сохранилось до наших дней и определенно заслуживает внимания. Хотя многие туристы не знают о этой площади и проходят мимо. Милан город мультикультурный. Более 20% населения составляют эмигранты из других стран. А сейчас перед нами Палаццо дель Амбросиано, который вмещает и художественный музей, который называется Пинекотека Амбросиано, и старейшую библиотеку. Названные в честь покровителя Милана, святого Амбросия Медиаланского. Библиотека основана в 1602 году кардиналом и архиепископом Федерико Борромео. В Амбросианской библиотеке хранятся 12 рукописей Леонардо да Винчи, иллюминированные здания Илиады, 12 тысяч рисунков европейских художников 14-19 веков, и еще много интересного в культурном плане. Музей Пинекотека Амбросиано берет свое начало с 1618 года и находится под управлением Амбросианской библиотеки. Интересный факт. Все автомобили такси в Милане белого цвета. Во время моего путешествия в Милан я решила взять заранее билеты на туристический автобус. Я никогда этого не делала раньше, и мне захотелось попробовать. Мои эмоции от поездки на этом автобусе. Конечно, есть и плюсы, экономия времени, но, например, мне больше нравится пешая прогулка по городу. Население Милана составляет чуть меньше 1 миллиона 400 тысяч человек. Милан является главным городом севера Италии, административным центром региона Ломбардии, самого крупного региона Италии. История Милана начинается за несколько веков до Рождества Христова, до нашей эры. По мнению историков, предположительно город был основан племенем Инсубров примерно в 600 году до нашей эры. История города интересна и многогранна. На протяжении веков Милан и вообще Ломбардия были под управлением вначале кельтами, затем римлянами, готами, ломбардами, испанцами и австрийцами. История города полна сражений, завоеваний. В наши дни Милан, Турин и Генуя образуют мощный индустриальный треугольник и главный экономический полюс всей Италии. Сейчас город суперсовременный, но каждая из эпох оставила свой след в нем, в виде храмов, домов и даже целых кварталов. Милан считается одним из самых дорогих городов Италии, но поездку в этот город можно сделать более бюджетной. Если спланировать заранее поездку, можно хорошо сэкономить на перелете. Из аэропорта до центра города добраться не на такси, цена которого около 120 евро, а на автобусе или поезде за 10 или 13 евро. Можно сэкономить на питании, если обедать и ужинать в недорогих уличных кафе, где отлично кормят. Или воспользоваться опцией счастливый час, он же час аперитива. Если вы любитель шопинга, можно неплохо сэкономить, если приехать за покупками в период сезонных распродаж. Распродажи в Милане, как впрочем и по всей Европе, проходят два раза в год, летом и зимой, с середины июля до середины августа и с начала января до начала февраля или до начала марта. Это глобальные распродажи, которые в Италии называются сконти или сальди, где вы можете купить многие брендовые вещи с большими скидками. Помимо известных торговых пассажей, любителям шопинга непременно стоит посетить улицы Монте Наполеоне и Делла Спига. Именно здесь собраны самые престижные магазины города а также улица Корсо Буэнос Айрес на которой помимо известных люксовых брендов расположены и демократические марки. В Милане некоторое время жил и работал великий Леонардо да Винчи и большинство его работ находится именно здесь, в том числе знаменитая фреска Тайная Вечеря, которая украшает стену трапезной в церкви Санта Мария Делли Грации. Сейчас перед нами эта церковь, храм 15 века Санта Мария Делли Грации, которая прежде всего славится тем, что в его трапезной находится знаменитая Тайная Вечеря работы Леонардо да Винчи. Она же самая загадочная работа великого мастера, которая чуть не была разрушена во время Второй мировой войны. В монастырь попал снаряд, здание было разрушено практически полностью, за исключением той стены, на которой была изображена картина. Трапезная является отдельным музеем, но и сама церковь определенно достойна внимания. Красивое здание с интересной историей создания. Сейчас перед нами театр Ла-Скала, один из самых известных и престижных оперных театров мира, является одним из символов Милана и вообще целой эпохи. Был построен в 1776- 78 годах на месте снесенной готической церкви Санта-Мария Алла-Скала. Отсюда театр и получил свое название. Во время Второй мировой войны здание театра было разрушено и восстановлено в первоначальном виде. Несмотря на внешний, довольно скромный, непримечательный, по мнению многих туристов, вид, театр поражает роскоши внутреннего убранства и особо ценится любителями оперы за несравненную акустику, которой нет равных с XVIII века. На сцене Ла-Скала блистали и продолжают блистать звезды мирового уровня. Чтобы прикоснуться к прекрасному, билеты нужно бронировать заранее и не забывать о дресс-коде театра. Дамы в вечерних платьях, мужчины в классических костюмах. На этом закончим нашу сегодняшнюю прогулку по Милану. Уверена, что на этом не закончится наше знакомство с этим городом. Здесь есть еще много интересного. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его лайком, а мой канал подпиской. Всем спасибо и пока-пока.